В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Ракотская. Здравствуйте! И сегодня у нас в гостях руководитель Королевского цирка, продюсер, режиссер, заслуженный артист России и Грузии Гия Эрадзе. И поговорим мы о новом шоу «Гия Эрадзе. Пять континентов во Владивостоке». Гия, здравствуйте! Здравствуйте! Для начала, прежде чем начать нашу беседу, хочется показать зрителю небольшой отрывок из вашего шоу «Нового шоу «Пять континентов», которые вы привезли во Владивосток. Поэтому вниманию зрителей представляем. «Вес Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я очень рад находиться в этом замечательном городе, где очень много воспоминаний вот здесь в моем сердце, с этим цирком связана моя ностальгия о том, как это было и как это начиналось. И вот это легендарное шоу «Пять континентов», которые мы привезли сегодня на гастроли во Владивосток, на гастролях сегодня здесь. И оно именно здесь зарождалось 22 года тому назад с великим продюсером Геннадий Гордиенко мы начинали этот проект именно здесь, во Владивостоке. 22 года, представьте, прошло. И в этой труппе до сегодняшнего дня есть артисты, которые со мной уже 22 года работают. Конечно, за эти 22 года поменялось много всего, жизнь шла своим чередом, мы ни дня не останавливались, мы развивались. И вот этот фундамент, который мы заложили здесь, во Владивостоке, в это шоу «Уникальное пять континентов», с этого шоу и создался продюсерский центр «Королевский цирк», который на сегодняшний день имеет 4, как вы сказали, полноценных, самых масштабных, крупных цирковых проектах. Шоу «Песчаная сказка» было в прошлом году. «Королевский цирк» обязательно приедет в новом составе, они сегодня на гастролях в Сочи, во Владивосток. Шоу «Бурлеск», нашумевшее шоу, которое сегодня на гастролях в Екатеринбурге, и мы обязательно привезем во Владивосток это шоу. А сегодня, этим летом и этим сезоном, основа вообще из всех моих коллективов, один из лучших коллективов страны, шоу «Пять континентов» сегодня здесь, во Владивостоке. Я очень рад, что мы привезли это шоу в Владивосток. Допустим, аттракцион, который мы сейчас на экране наблюдаем, уникальный аттракцион. Львы, тигры, пантеры, леопарды под руководством заслуженных артистов России, Наталья и Андрея Широкаловых, обладателей высших 10 наград международных цирковых фестивалей, они вообще впервые здесь во Владивостоке. И такие номера, как уникальные номера, как «Канадские бизоны», в программе будут участвовать аттракцион «Канадские бизоны». Это вообще уникальный, единственный аттракцион в нашей стране будет сегодня на манеже Владивостокского цирка. И вообще вся постановка спектакля, она абсолютно неординарная, она совершенно другая, иная. Здесь колоссальное количество костюмов. Во-первых, все мои проекты, вы это уже, наверное, знаете, и Владивосток точно знает, и вся наша страна знает, что это не просто цирк. Это синтез эстрады, театра, цирка, мюзикла. Это совершенно захватывающее зрелище, масштабное зрелище с большими групповыми номерами, с настоящими аттракционами, потому что их не один аттракцион, а несколько аттракционов в программе. Конечно, цирк без клоунов, он не может быть цирком. Замечательные коверные клоуны, заслуженные артисты России, буфонадные клоуны, Лада и Александр Сарнацкий, Доли и Домино будут, конечно, на манеже этого замечательного цирка в нашем шоу «Пять континентов». Я не побоюсь этого слова, что легендарный коллектив уже «Пять континентов», потому что столько городов и столько стран и столько лет существует этот коллектив, что это, правда, уже признанный легендарный коллектив «Пять континентов». И всегда, куда бы мы ни приехали на гастроли уже с новым составом, но я еще раз повторю, что до сегодняшнего дня есть артисты, которые начинали со мной 22 года тому назад, и они сегодня здесь в этом шоу. Куда бы мы ни приехали на гастроли, шоу «Гиерадзе» в «Пять континентов» – это всегда ошеломительный успех, это всегда нет билетов, это всегда восторг зрителя по окончанию спектакля, потому что это удивительный мир цирка, это и красота, это и трюковая работа, это очень сложные, сильные номера. В этом проекте работают, допустим, победители «Минуты славы», замечательные ребята, братья Ворданян, мои артисты, которые уже много лет работают со мной в этом шоу. Уникальный аттракцион «Цыганская свадьба», «Медведи, лошади», замечательная Татьяна Махортова, которая со мной уже работает 22 года, «Хабахуб на зеркальном шаре», в уникальной постановке «Свадьба», очень красивая история, а дальше «Цыганская свадьба» будет на манеже, где будут медведи, лошади, цыганский табор, это очень красивое и захватывающее зрелище. Конечно, воздушный гимнаст – один из моих любимых цирковых жанров, и воздушные гимнасты, конечно, будут в программе, и необычные воздушные гимнасты. Не будем открывать все тайны, вы это все увидите на манеже. Ссылка и, конечно, закончить программу обладателей золотого клоуна на фестивале в Монте-Карло Аттракцион «Джигит и Русь» – это девочки на лошадях, которые работают уникальные трюки на бешеной скорости вокруг манежа. Мчатся кони, и на этих лошадях хрупкие, красивые девчонки, девочки, это именно женский аттракцион, там только девочки на лошадях, делают уникальные, красивые, неповторимые элементы «Джигитовки на лошадях». Кстати, насчет билетов. Я хотела купить на ближайшую премьеру, на ближайшую, точнее, это уже не премьера, на ближайший шоу. И, вы знаете, я советую нашему зрителю поторопиться это сделать, потому что дата в дату ты билеты не приобретешь. А вы знаете, я хочу вам сказать такую вещь, это раньше надо было приходить в кассу, стоять в очереди и так далее. Сегодня нет никаких проблем. Но билеты разбирают. Кто-то мне говорит, а вы знаете, у нас традиция, все-таки мы хотим прийти в кассу цирка и по традиции купить билет именно в кассе цирка. Пожалуйста, касса цирка открыта с утра до вечера, проблем никаких нет. Но, у кого нет этой традиции, можно спокойно зайти на сайт либо Королевского цирка, либо Государственного Владивостокского цирка, все очень просто, и купить электронный билет, и уже прийти с электронным билетом, с хорошим позитивным настроением к нам на праздник цирка. Мы зажигаем свои цирковые огни с 11 июня и будем здесь весь летний сезон до 4 сентября. Но спектакль будет проходить в субботу, в воскресенье. Всех вас ждем. Я знаю, что и Владивосток, и очень много городов ближайших, область Владивостокская, уже очень много заявок групповых поступают. На самом деле билеты, они есть, но как бы лучше брать их заранее, потому что в день-день билетов, наверное, точно не будет. Я знаю, что еще также выступают мишки, их тоже можно было наблюдать только что на нашем экране. Что за номер с медведями? Медведи, цыганский табор, кибитки, лошади, медведи, ну все, что связано с цыганским народом. Я очень люблю цыганский народ, я уважаю культуру, я обожаю театр ромэн, я люблю цыганские фильмы, я вообще люблю эту историю. Эта кочевая жизнь цыганская, она может быть даже в какой-то мере схожа с нашей цирковой кочевой жизнью. И у меня всегда в программах были номера, связанные с цыганской историей. И в этом году, тоже не исключение, в легендарном шоу «Пять континентов» был изначально, и он уже 22 года существует, а это новый аттракцион «Цыганская связьба, дрессированные медведи и лошади на манеже цирка». Мишки ловят даже букет невесты, насколько я считаю. И букет невесты, и ездят в цыганских файтонах, в общем, это очень красивый аттракцион. И танцуют цыганский танц. Вот так. И это все делают медведи. А с кем сложнее работать, с кошачьими или с медведями? Самое опасное животное, как говорят в цирке, это медведи. Медведи непредсказуемые. Казалось. Если тигров или леопардов, пантеров можно увидеть в момент нападения, там, мало ли, это животные все-таки, да, то медведя невозможно понять, когда он сделает вот этот момент броска. Очень сложные, очень опасные животные медведи, поэтому... Да вообще, все, что касается цирка, не только там, сейчас мы заговорили тему, затронули тему животных, любой цирковой жанр, он очень сложный, он очень опасный. Как у нас в цирке наши великие мастера говорят, у нас такая есть поговорка, в клетку можно войти, а из клетки можно не выйти. Понимаете? Поэтому в цирке все очень опасно. Цирк – это искусство смелых людей, которые рискуют своей жизнью в полной смысле этого слова. Воздушные гимнасты, акробаты, дрессировщики, наездники – это очень сложные жанры, это травмоопасные жанры. Но это выбран этот путь и выбран на эту профессию самими артистами, цирковыми людьми. Они без цирка жить не могут и никогда не смогут. Те люди, которые пришли в цирк и остались в цирке, они остались в нем навсегда. И без цирка они своей жизни не видят. А почему так происходит? Вот такой вопрос. А это совершенно необъяснимо. Это другой мир. Вы понимаете, вот я был еще маленьким мальчиком, мне было 3-4 года, но я мечтал быть артистом цирка. Для меня была вот вся моя, все мои мысли, вся моя жизнь была посвящена только цирку. И когда я в 11 лет попал еще в тот великий советский цирк, и я счастлив, что в моей трудовой книжке надпись «Союз Госцирк». Я же пришел еще в 100, я же еще дитя Советского Союза, и горжусь этим. И мои педагоги были великие цирковые люди, великие. Мне посчастливилось в процессе поработать на моей же с Олегом Поповым, с Бирюковым, с Запашными, с такими мастерами, которых уже, к сожалению, нет в живых. И эта школа, которая во мне есть, которую я принял от этих великих людей, это же дается только с опытом. Я сегодня уже передаю моим ученикам эту школу. Я счастлив, что русский цирк, он был, есть и будет самым сильным цирком в мире. Вот буквально полгода тому назад мы были на фестивале в Жироне, в Испании, это самый крупный цирковой фестиваль в мире. И весь педестал почета был завоеван нашими артистами российской компании «Росгусцилл», королевского цирка «Гиерадзе» и бронзовая, и серебряная, и золотая награда. Это о чем говорит? Вот Запашный всегда тот, старший Запашный, Сисал Михайлович, кстати, более судьбой так сегодня произошло, что он был моим соседом в Москве. Мы в одном доме жили много лет вместе. И до сегодняшнего дня продолжаем жить с его супругой, с народной артисткой России Ириной Николаевной Запашной, которая очень много помогла и мне, и Наташей Андреем Широкаловым, который работает аттракцион с «Пантерами, Леопардами, Тиграми и Лиграми». Это моя соседка, так в жизни произошло. Но дело не в этом. Дело в том, что нас много связывало в жизни. Саня Михайлович был очень требовательный, он искренне любил цирк. И его любимая фраза была «Цирк жил, цирк живет и цирк будет жить». И мы обязательно, уже мы, наше поколение, сделать все возможное для того, чтобы это было так и это будет обязательно так. По крайней мере, мы уже доказали, что в мире самый сильный цирк – это наш русский, для меня советский цирк. Мне еще интересен вот какой вопрос. Откуда вы взяли Лигров? Лигров – это уникальные животные, помесь льва и тигра. Я очень дружу, у меня очень хорошие отношения с сочинским зоопарком, который находится при санатории «Октябрьский». И хозяйка потрясающая этого санатория, Ольга Юрьевна, которая очень любит животных. Вот в этом санатории я, кстати, многих животных туда передаю, когда они уже на пенсию идут. Либо там молодых животных, я там, ну, обмениваемся. В общем, мы очень хорошие отношения с этим зоопарком, там прекрасные условия. Вот в этом зоопарке родились лигры. Это наша леглица, это моя, у меня была лигр, и когда я ушел уже, смотришь, я сдал эту леглицу в этот зоопарк, она там прекрасно себя чувствует, и не просто вот она, пожалуйста, она размножается. И она сама лигр, а папа тигр, и родились вот эти малыши. Это уникальные животные. Они были как маленькие львы, но полосатые. А потом они превращались в какие-то пятнышки, но это какие-то необычные. То есть у них характер больше львинный, и похожие они больше на львиц. А окрас у них почти тигринный. Поэтому это правда уникально. А что касается артистов, я знаю, что есть артисты из Владивостока в вашей труппе. Конечно. Да, откуда берутся артисты, как к вам приходят, к вам попадают? Вот 22 года назад в первое легендарное шоу «Пять континентов», которое завождалось здесь, пришел ко мне Алексей Плотников, ваш семляк с Владивостока. Я его взял в этом цирке, вижу молодой талантливый парень, я говорю, поедешь ко мне работать ассистентом? Он говорит, поеду. Я говорю, ну на месяц, на два, на три, на летний сезон. Да, и этот летний сезон затянулся на 22 года. А сегодня Леша директор коллектива «Пять континентов», потому что у меня уже много цирковых проектов, у меня целая, огромная цирковая, ну, у меня огромный продюсерский центр. Поэтому и в каждом коллективе есть директора коллектива. Вот Леша за эти годы стал директором этого коллектива, и он же сам со своей супругой Екатериной Плотниковой, они работают аттракцион «Медведи», вот эта цыганская свадьба, это их аттракцион, у них уже родился сын в коллективе, и как вы думаете, его назвали Миша. Вот, и это мой любимый ребенок, поэтому я счастлив, что у нас уже в коллективе очень много детей, потому что у нас уже свои семьи, свои династии, и я когда на этих детей смотрю, это все мои дети, я их всех очень люблю. Представляете, четыре коллектива, сколько детей за 22 года, сколько семей образовалось у нас, и я смотрю на детишек, и я думаю, я обязательно из четырех коллектива соберу всех детей и сделаю совершенно юный какой-нибудь коллектив, у меня уже есть такие мысли. Это будет продолжение, это будет династия нашего пяти континентов. Как аж мурашки по коже побежали, когда говоришь о детях и о продолжении. Так они у нас же на Новый год уже участвуют в сказке, и не только на Новый год, в каких-то проектах мы... А вы их уже задействовались? Конечно, они уже цирковые, они же наши, они же у нас за кулисами растут, они же чисто цирковые дети. Не секрет, у цирка огромное количество наград, у ваших шоу огромное количество наград, причем таких серьезных наград, я бы сказала. Как готовят дрессировщиков, как готовят клоунов, как готовят гимнастов, как это происходит? Вы знаете, вот я буквально перед тем, как вылететь во Владивосток, я был 7-го числа в Московском эстрадно-цирковом училище имени Румянцева Карандаша, это наша кузница кадров, это... Я там сидел в государственной комиссии, я уже много лет там сижу, на выпускном экзаменационном курсе, 4-го курса. Вот там выпускаются новые студенты, уже не студенты, они уже выпускаются, они уже получают диплом, они станутся уже профессиональными артистами цирка, и мы их приглашаем к себе. Также очень много студий существует по нашей всей стране. В студиях, цирковых студиях, очень много молодых, талантливых детей, которые связывают свою жизнь уже навсегда с цирком и попадают в большие коллективы и становятся большими артистами. Либо кто-то просто с улицы даже приходит, спортсмены, очень много спортсменов у нас, которые со спорта пришли. С хореографического училища мы их берем, с художественной гимнастики я очень люблю работать с девочками. У меня очень много девчонок с художественной гимнастикой, потому что это такой, знаете, простилин для режиссера, потому что они готовы, они растянуты, они с хорошими линиями, и могут делать много номеров. И у меня очень большой опыт работы с девочками из художественной гимнастики, приходящих в цирк. Цирк – это не только артисты. Допустим, костюмы. Ваши костюмы известны далеко за пределами, наверное, страны, потому что это феерия. Кто вам шьет костюмы? Костюмы у нас, правда, уникальные, костюмы эксклюзивные, костюмы необычные. Я очень большое время уделяю для создания костюмов. Ну вот, мы можем наблюдать. Потому что костюмы, я считаю, что это очень большое значение имеет шоу, так же, как и свет, и музыкальный репертуар. У нас абсолютно авторская наша музыка. И в самокупности работает все на единый результат, на цельное шоу. И костюмы, и музыкальный репертуар. И вот мы два дня, сегодня мы в Владивостоке, вчера и позавчера, мы писали свет. Писали, мы писали художественный свет для номеров. Не просто там включили свет, там, давайте сегодня там красный, здесь синий. Нет, мы писали каждый прибор. Ну, это целый процесс, кто меня сейчас слышит, и кто знает, что такое писать свет, те понимают, мы писали на каждую, целую партитуру прописали световую, целиком на трехчасовое шоу и так далее. Это большая, кропотривая очень работа. Поэтому вот когда правильно прописан свет, когда композитор удачно написал музыкальный репертуар для номера, когда грамотно создал режиссер номер, и есть идея и драматургия в этом номере, либо аттракционе, и когда вместе мы все это собираем, плюс уникальные костюмы, и, конечно, трюки, которые основа цирка, и красивые, талантливые исполнители вместе, плюс декорации, конечно, без декорации никуда, потому что декорация – это неотлемная часть этого шоу, создается красивый, уникальный проект. Но у вас какие-то свои модельеры? Да, у нас свои художники по костюмам, которые нам разрабатывают костюмы. Вот я придумываю идею, и дальше моя идея уходит… Я рассказываю художнику, художник мне рисует эскиз, я смотрю, согласовываю. Кстати, главный режиссер продюсерского центра «Королевский цирк», который уже 15 лет работает с нами, мой любимый Евгений Сергеевич Шевцов, Женя Шевцов, он же главный режиссер московского цирка «Никулино-Циндон-Бульваре», он ваш земляк, он с Владивостока. Музыка. Музыка тоже у вас эксклюзивная. Кто пишет вам музыку? Прекрасный композитор Дмитрий Кузнецов, замечательный композитор Денис Алексеев-Гарнизов. У нас много композиторов, которые нам пишут музыку, фонограмму и песни в том числе. И вот, допустим, в финале спектакля в шоу «Пять континентов» прозвучит уникальная песня, которую написал потрясающий композитор Алексей Гарнизов, наш известный композитор, и спел эту песню Филипп Киркоров специально для шоу «Пять континентов королевского цирка». И это, вот знаете, это когда вот все совпало. Текст, ну не могла не совпасть музыка Леши Гарнизова, это уникальный, ну Леша Гарнизов, все наши великие эстрадные, артисты Денисана Олегова, Олеговича Леонтьев и так далее, что их перечисать, их очень много. Леша написал колоссальное количество произведений музыкальных. Это уникальная песня, под которую мы с Женей придумали финальный спектакль, пошли уникальные костюмы и сделали апофеоз, эпилог спектакля, где на манеже вы увидите всех участников артистов, и не просто которые идут и ходят по манежу, а которые взаимодействуют в этой песне, они живут органично и происходит красивое цирковое зрелище. Сейчас задам вопрос, наверное, можно отдельную программу под него выделить. Какие есть награды у цирка, у шоу? Очень много наград за столько лет. Мы обладатели 5-го всемирного фестиваля в Москве, в Лужниках. Мы обладатели золотого слона в Жироне. Мы обладатели китайского золотой награды. Мы обладатели парижского фестиваля цирка завтрашнего дня. Мы обладатели, у нас номера, я имею в виду, которые работают. Мы обладатели итальянского фестиваля Фабио Мантика Гран-при золотой награды. Мы обладатели Жироны фестиваля в Испании. Мы обладатели золотого слона Московского фестиваля на Цветном бурьбале. Мы обладатели золотой награды на фестивале Идол в Большом Московском цирке. Ну и, конечно, мы обладатели золотого клоуна в Монте-Карло на фестивале в Монако. А что для вас важнее, признание зрителя или награды, которые получил коллектив? Только признание зрителя. Награды – это обыкновенная статуэтка, которая находится у нас. Но заслужить эту статуэтку очень важно нам. Почему? Не статуэтки дело, а дело в том, что мы доказываем во всем мире, что русский цирк – он самый сильный цирк в мире. Вот вы верите, когда вот сейчас, полгода назад, стоял Максим Юрьевич Никулин, наш генеральный директор компании Сергей Григорьевич Беляков, я и Эдгар Вальтероид Запашина, представители всех трех крупных компаний цирковых российских на фестивале в Жироне, и когда награждали наших артистов, весь пьедестал почета – бронза, серебро и золото – это были наши русские артисты. Это о чем говорить? Что мы, наши артисты, русские артисты, номера, которые созданы здесь в России, мы доказали всему миру и доказываем много лет. Нас все боятся, когда мы приезжаем на все фестивали мира. О, приехали, не важно, Гинны, Цирка Никулина, Большой Московский. О, русские приехали все. Конечно, потому что у нас самые сильные номера. И мы вновь, вот на этом последнем фестивале, который состоялся в Жироне, ну как последнем, куда мы ездили сейчас, в Испанию, мы забрали все награды и привезли их в Россию, они у нас. И бронза, и серебро, и золото. Вот так, ни с кем не поделились. Гия, последний вопрос. Что хотите сказать зрителю, нашему зрителю и вашему зрителю? Хотим сказать одно. Я хочу пожелать всем, в первую очередь, здоровья. Это пандемия, вот эти годы, мучения, которые было. Надеюсь, это забудется навсегда. Уже потише, да. Да, я желаю всем, в первую очередь, здоровья, мирного неба над головой, побольше позитива. Приходите к нам в Цирк. И Цирк обещает вам поднять настроение, подарить вам красивое зрелище, подарить вам настоящий праздник. Я обещаю уже, как продюсер, как художник, руководитель, создатель, автор идеи с шоу «Пять континентов» показать вам настоящий, большой, масштабный Цирк. Ждем вас во Владивостоке. Все лето мы тут на гастролях. Шоу «Пять континентов» с 11 июня до самого сентября. Да. Желаю вам аншлагов. Спасибо. И, конечно, побольше оваций. Спасибо. Я напоминаю, это была программа «Время говорить». И сегодня у нас в гостях был руководитель Королевского цирка, продюсер, режиссер, заслуженный артист России и Грузии Гия Эрадзе. А говорили мы о новом шоу «Гия Эрадзе. Пять континентов» во Владивостоке. В студии работала Юлия Раакотская. Увидимся на «Восьмом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова